Хотел бы сегодня такую мысль всем нам для размышления дать. Это текст из Евангелия от Матфея, пятой главы. Давайте мы откроем с вами, у кого есть смартфоны, Библия в них, либо книжная Библия, печатная, может быть, на экране тоже. Матфея, пятая глава, с 21 стиха. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Слава Господу! Итак, друзья, посмотрите, Христос раскрывает некоторую очень важную вещь. Вначале он цитирует Ветхий Завет, и он говорит, заповедь не убей. Если человек Ветхого Завета убивал ближнего своего, он подлежал суду. Заповедь не убей. Но Христос здесь говорит такую вещь. Он приравнивает наше отношение, неправильное отношение к братьям, к сестрам, приравнивает ко греху убийство. Посмотрите, он говорит, а я говорю, что если вы гневаетесь на брата своего напрасно, вы подлежите суду. То есть в Ветхом Завете суду подлежал человек, который физически убивал, а здесь Христос говорит, если вы гневаетесь напрасно на брата своего, на сестру свою, вы подлежите суду. То есть он приравнивает грех убийства к гневу против брата или сестры, напрасному гневу против брата или сестры. Я думаю, что каждому из нас известно, что такое гнев. Кто-то гневался? Как гневаться? Нет, раздражение – это немножко другое. Гнев. То есть когда нас что-то возмущает, мы так, эх, мы готовы этого человека, его готовы стереть в порошок. Ну а что приводит нас в гнев обычно? Или приводило в гнев? Несправедливость может привести, да, еще. Неправильный поступок в отношении нас, да? То есть человек что-то сделал в отношении нас. Какой-то несправедливый поступок, и мы гневаемся, гнев. Иногда бывает такой гнев, вы знаете, человек даже никак не соприкасался. Ну вот я очень часто наблюдал, ну такие люди, они гневались, то на Горбачева прям. Я говорю, вы его хоть раз видели, ну кроме телевизора? Нет. Нет, общались с ним, а что он вам сделал? А вот прямо гнев такой. Потом Ельцин появился. Я помню, один камазист, мы ехали на камазе с ним, и он, и он, я бы, вот так вот аж прям этот, я говорю, слушай, ты успокойся, ну что ж ты, я говорю, Ельцин там, ты здесь на камазе сейчас домой едешь. И вот такая ненависть даже, она возникала в человеке, даже вроде бы сказал, ну, ничего такого он не сделал, но все равно какой-то гнев. Вот посмотрите, здесь же Христос, он, ну, как бы разделяет, он говорит, во-первых, гнев напрасный. То есть, получается, есть гнев не напрасный, а есть гнев напрасный. И дальше гнев на брата своего, на сестру свою. То есть, если мы гневаемся напрасно на братьев и сестер в церкви, мы совершаем равносильно грех убийства. То есть, это равносильно того, что мы кого-то убили. И нужно понимать, что люди, которые гневаются напрасно, и убийцы, они будут стоять в одном ряду. И мы, исходя из этого текста, исходя из этих слов, которые сказал Христос, мы должны быть очень внимательны, и у нас должно быть правильное отношение ко гневу. Мы должны контролировать это чувство. Как мы гневаемся на жены, на мужей, мужья на жен, и в церкви на братьев и сестер. То есть, гнев, мы должны контролировать его. Мы должны понимать, что если мы допустим какой-то гнев в нашем сердце по отношению к брату и сестре, мы согрешаем грехом убийства. Одинаково, равносильно того, что вы убили кого-то. Но дальше он объясняет, если вы скажете на брата своего безумный, вот очень часто мы не задумываемся, ты ненормальный что ли какой-то. Вот, вы понимаете? И причем очень часто это бывает как присказка. Или ты что, дурак? Такие слова. Ну ты вообще безумный какой-то. Ну ты что, не соображаешь? То есть, человек этого не заслуживает. Но мы говорим это. Родители очень часто говорят на детей, ну ты бестолковый, ты что, не понимаешь? Мы не задумываемся. Посмотрите, если кто скажет, безумный подлежит гиене огненной, скажет безумный, без причины, он попадет в ад. И мы не задумываемся. Ну понятно, когда человек делает какой-то безумный поступок, и ты говоришь, слушай, ну у тебя нет ума. Мы читаем в Писании так же, мужчина, муж, который изменяет своей жене, у того нет ума. И у меня был такой случай, я встретил человека, он изменял своей жене и хвастался этим. Я говорю, слушай, у тебя ума нет, ты безумный. И это было сказано в его адрес, потому что это было правда. Но очень часто мы говорим такие вещи, как здесь сказано, напрасно. То есть, мы используем эти слова, мы даже до конца не понимаем, что мы грешим, и грешим грехом убийства. Мы тем самым совершаем грех, равносильный греху убийства. Мы возмущаемся, я говорю, я никого не убил. В жизни никого не убил. А сколько ты напрасно сказал слово дурак или безумный? Сколько раз? А Бог приравнивает эти вещи. Теперь посмотрите еще, я постараюсь так быстро, что братья еще будут. Посмотрите, он говорит, кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду. То есть, получается, если я буду гневаться не напрасно, суду не буду. Вообще можно гневаться или нельзя гневаться? Как? Гневаться. А как вы думаете, Иисус гневался или нет? А мы же должны подражать Ему. То есть, посмотрите, если Иисус гневался, но он же не грешил, мы знаем, что Христос абсолютно не грешил, но он гневался. То есть, значит, есть такой гнев, которым я не грешу. Так получается. То есть, есть гнев напрасный, есть гнев не напрасный. Послание к Ефесянам, вот Сергей подсказал, там написано. Гневаясь, не согрешайте. Солнце, да, не взойдет, да? Не зайдет во гневе вашем. То есть, гнев не должен длиться сутки. И оказывается, есть такой гнев, когда я гневаюсь, но я не согрешаю. Но есть гнев, которым я согрешаю, но также есть гнев, которым я гневаюсь и не согрешаю. И я вам сейчас покажу, как Иисус. Прямо есть четкое место в Писании. Евангелие от Марка. Откройте 3 глава. Так, подождите, не то. Пятый стих. Смотрите. Ну, наверное, нам нужно понять вообще всю эту ситуацию. Даже можно прочитать с первого стиха. Пришел он в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И люди, находящиеся там в синагоге, наблюдали за ним. Не исцелит ли в субботу. То есть, была суббота, нельзя было делать никакого дела. И люди пришли в синагогу. Они пришли не для того, чтобы Божье Слово слушать, а пришли, чтобы наблюдать за ним. Искать в нем какой-то изъян. Обвинение против него. Третий стих. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, стань на середину. А им говорит, должно ли в субботу делать добро или зло? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И возрев на них, как с гневом. И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Посмотрите. Возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Но я хочу, чтобы вы обратили, он не просто на них разозлился, разгневался. Он скорбел. Его мотивация, его гнева была правильной. Он видел их сердце, и он понимал, что они делают. Но тем не менее, он скорбел. То есть, он любил этих людей. Хотя они искали против него обвинения. Но он имел скорбь, потому что он увидел, что эти люди, они шли в пропасть, они шли в погибель. Вот и мы тоже должны понимать, когда мы гневаемся, по какой причине мы гневаемся, и какой мотив нашего гнева. Ведь очень часто мы гневаемся по той причине, что задели наше эго, задели наше я. И мы не контролируем дальше процесс, мы начинаем гневаться и грешим тем самым. Ни в коем случае нельзя гневаться против человека. Мы гневаемся против поступка. Мы гневаться должны против греха, против несправедливости, но ни в коем случае не на человека. Если мы начинаем, меняем вот этот ракурс, и начинаем гневаться на человека как на личность, мы согрешаем против него. Внутри нас может появиться ненависть, внутри нас может появиться злоба и так далее. Поэтому, когда мы видим какие-то поступки, неправильные поступки, мы возмущаемся. Помните Христос, когда Он пришел в храм, и Он увидел там в храме вертеп разбойников. Менял и сидели. То есть люди в храме, они устроили целый какой-то рынок, торговую площадь. И Он взял бич, сделал из веревок бич, и начал выгонять всех покупающих, продающих. Столыми на щеков опрокинули. То есть Он не делал это с улыбкой, Он не делал это с какой-то радостью. И в нем был внутри вот этот гнев. И Он говорил, ревность о доме снедает меня. То есть, если мы ревнуем о святости, если мы ревнуем о деле Божьем, и какие-то неправильные поступки, несправедливые поступки возникают или происходят, да, мы можем внутри допустить, но ни в коем случае не переступать черту личности. Если я гневаюсь, мой мотив какой он? Скорблю ли я в сердце об этих людях? Люблю ли я этих людей, которые поступают неправильно в отношении Божьего дела, Дома Божьего или даже меня? Вот это важно. Это важно. Поэтому вот напрасно гневаться. Если мы гневаемся напрасно на брата своего, мы согрешаем. И дальше Христос, Он ясно там поясняет, Он говорит, что если ты принесешь свой дар к жертвеннику, то есть, если ты придешь пред лицом Господа, и вдруг ты вспомнишь, что кто-то или брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там свою жертву Богу. И пойди, и прежде примирись с своим братом. То есть, если ты кого-то обидел, если ты почувствуешь Святой Дух, Он даст нам напомнить, кого-то обидишь. Кого-то, я вот реально такое переживал, ну, и не раз даже. Я приходил в собрание, мы начинали поклоняться Господу, и Бог говорил мне, «Я не приму твое сегодня жертвоприношение, пока ты не примиришься с человеком». И указывал мне конкретно человека, которого я ранил словами. И я быстро исправлял ошибку, быстро брал там телефон, писал смс, «Слушай, ты прости меня, я не прав был, я виноват был, действительно, ты знаешь, прости». И в ответ приходило, «Хорошо, прощаю, Бог благословит». И все, и оно как будто восстанавливалось, и я начинал прославлять Господа, тут же все, и я чувствовал Божье наполнение. Поэтому всегда, когда мы стоим у жертвенника, когда мы стоим перед алтарем, поклоняемся Господу, Дух Святой будет направлять наши сердца. Но мы не должны ранить людей, это правильно, но если так получилось, то Бог, мы должны видеть, Его отношение к нашим поступкам, к нашему гневу, напрасному гневу в отношении людей. Мы видим, Он не принимает жертву. Он не принимает ни наше пожертвование, ни жертву хвалы, ни жертву общительности, не принимает наше служение. Это четко и ясно грех, который приравнивается к убийству. Братья и сестры, пусть Бог благословит. Гневаясь, не согрешайте. Аминь. Благословит Господь. Благословит Господь. Продолжение следует...